Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день! И прежде чем, Андрей Маркович, вы начнете, я буквально одну деталь историческую привнесу в нашу сегодняшнюю встречу. Сегодня же день пионерии, и сегодня еще так совпало, что день татарстанской печати, день татарстанских СМИ, тех самых, которые как пионеры всегда готовы. Поэтому это привносит еще праздничный момент в нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо, вам слово. Во-первых, я хочу вас поздравить с днем татарской печати, раз так вот я попал. Вы знаете, я думаю, что мы с вами так будем разговаривать. Я немножко поумничаю недолго, а потом я буду отвечать на ваши вопросы, которые, я надеюсь, есть. И сразу я должен сказать, что журналист это человек, которому, чем отличается журналист от нормального человека? Он отличается тем, что ему люди интересны. Если вы сидите в компании с незнакомыми людьми и не разговариваете с ними, значит это не ваше дело. Вы можете быть философами, писателями, кем угодно, но вы не журналисты. Это первый момент. И второй момент, журналист от человека, который умеет разговаривать. Журналист от человека, у которого подвешен язык. Это талант. К сожалению, это талант. То есть он либо дается человеку, либо не дается человеку. Если вы милая, вот здесь много девушек красивых и красных, милая, очаровательная, скромная, молчаливая девушка, не занимайтесь этой профессией. Есть много других прекрасных, замечательных профессий. Если вам неловко подходить к людям, неловко задавать мне вопросы, например, не занимайтесь этой профессией. Я, когда начал преподавать в Московском институте телевидения и радио Останкино, то через, по-моему, полтора года я выгнал человек семь. Только девушек. Не потому, что я. Я к девушке очень хорошо вообще отношусь по жизни. Но в данном случае просто у меня не было другого выхода, потому что это были люди, которые не могли быть журналистами. И некоторые из них написали мне потом всякие благодарственные письма по поводу того, что вот, ну, письма, смс-ки по поводу того, что спасибо, что вы так поступили, и мы не занимались делами, которые мне не хотели заниматься. Самое, я регулярно провожу, мне очень нравится это считание мастер-класса, потому что оно исходит из того, что типа я мастер, а вы типа класс. Это какая-то странная история. Но вот это, поскольку я провожу, будем это так называть, у меня нет другого названия, я всегда об этом говорю. Самое страшное заниматься журналистикой, потому что это модно, потому что еще есть такая мотивация ужасная, родители сказали. Вот это надо оценить себя и понять, какие качества в тебе есть для того, чтобы в профессии заниматься. Что делает журналист? Что, собственно говоря, делает журналист? В чем суть профессии? Не знаю, строитель строит дома, водитель водит машину. А что делает журналист? Вот очень важный момент, что журналист – это человек, который создает мир. Люди живут в том мире, который создает журналист. Это может быть телевизионный журналист, это может быть газетный журналист, какой угодно. Люди, которые смотрят канал НТВ, живут в одном мире. Люди, которые смотрят канал России, живут в другом мире. Люди, которые смотрят канал, где я имею честь работать, канал культуры, живут в совсем другом мире. Вот надо очень хорошо понимать, что вы не занимаетесь тем, что вы новости, интервью, вы создаете мир. Поэтому с самого начала своей работы, когда мне было 16-17 лет, я попал в Курсомольское право, мне было 14,5 лет. Я поступал в школу юного журналиста, и мое сочинение выбрали в качестве лучшего, напечатали в Курсомольской право. С самого начала я занимаюсь только культурой, культурой, психологией и всем тем, на что человек может повлиять. Я с огромным уважением отношусь к Лёше Венедиктову, который, я знаю, тут у вас был, или, например, к Володе Соловьёву. Они замечательные, прекрасные профессионалы, которые такие очень политизированные. Я прочитал книгу Володи Соловьёва «Это поразительно, до какой степени человеку интересно заниматься политикой». Поразительно. Но это очень достойные люди, дай Бог им здоровья. Мне всегда хотелось разговаривать с людьми о том, на что они могут повлиять. Поэтому вопросы там, как вы относитесь к президенту, не имеют к жизни никакого отношения. Как бы я ни относился к президенту, ничего не изменится. Это так. Хотя я хорошо отношусь к президенту, но дело даже не в этом. Как ни относиться, не изменится ничего. И я с самого начала пытался помогать людям из этого мира политизированного уйти в какой-то мир, где они могут заниматься собой. Я придумал психфилософию, тут стоит книжка. Психфилософия — это такая особенная система, про которую могу рассказать, могу не рассказать, если вы меня спросите. Это система, которая помогает людям, помогает людям. Помогает людям, помогает людям. То есть когда к вам приходят, вы все психологи, вы знаете, да? 100% людей являются психологическими консультантами. 100%. Потому что к вам ко всем приходят мамы, папы, девушки, друзья, подруги, и говорят, с Витькой опять плохо. И вы говорите, ну давай обсудим. Это абсолютно психологическая консультация, которую каждый человек проводит. И проводят ее, как правило, ориентированно на собственный опыт. Что неправильно. Вот я придумал такую систему, пытался ее каким-то образом пропагандировать. Мне это кажется важней, чем разговоры про политику. Мне так кажется. Я к тому, что что у меня будет спрашивать, я готов отвечать на любые вопросы. У меня есть, как у всякого человека, позиция по любым политическим вопросам. Но мне кажется, что очень важно, чтобы люди начали думать о себе. У меня, как правило, журналисты, которые берут у меня интервью, довольно часто происходит, они в конце концов, вот они поговорят со мной, они откладывают диктофон, говорят, а вот у меня такая проблема с женой или с мужем. И вот у меня такая была ситуация в Питере, когда ко мне пришла журналистка, молодая, прекрасная, беседовала, беседовала со мной, потом отложила диктофон и говорит, у меня с мужем проблемы, начала рассказывать про проблемы с мужем. Я говорю, а вы можете сесть с мужем на кухне и обсуждать проблемы? Она говорит, не, ну что вы, как это? А вы можете сесть на кухне и начать обсуждать, что происходит на Украине? Она говорит, конечно, мы каждый вечер обсуждаем, что происходит на Украине. Я говорю, так может вам перестать обсуждать, что происходит на Украине, и обсуждать собственные проблемы? Мне кажется, что такая политическая зашоренность людей в немалой степени вызвана тем, что журналистам проще создавать политический мир, чем какой-либо другой. Им проще. Каждый человек хочет красиво выглядеть. И он хочет задать острый вопрос. А острый вопрос, как правило, про политику. Почему я об этом говорю? Потому что мне кажется, что это чрезвычайно важно. Это степень вашей ответственности. Степень вашей ответственности не состоит в том, чтобы говорить правду. Во-первых, правды нет, а есть интерпретации. А во-вторых, это естественная вещь, что журналист не должен врать. Это не ей заслуга. А степень вашей ответственности лежит в том, что вы создаете мир. Вы создаете мир, в котором живут люди. Наши люди живут в том мире. Не только наши. Наши, в смысле, люди земли. Живут в том мире, который создает журналист. Я, прежде чем вы начнете мне задать вопрос, я хочу сказать большое спасибо Земфире Морозовой. Замечательному человеку, который очень мне сильно помогает. Вот она тут сидит. Именно благодаря ей я к вам попал. Если бы не Земфира, я бы к вам не попал. Поэтому спасибо вам, Земфира, большое. Все, пожалуйста, я готов. Вы примерно поняли мои позиции. Я готов отвечать на вопросы. Андрей Маркович, спасибо вам за ваше выступление. Меня зовут Антон, я преподаю здесь. Вы сказали, что будете умничать, но вот хочется научиться у вас так просто умничать на самом деле. Потому что на лекциях не всегда получается. Но вопрос у меня о другом. Но я в курсе, прочитав ваши книги, что вы под интервью понимаете любое человеческое общение. Но в своем вопросе я все-таки вкладываю в интервью такой журналистский смысл. Так вот скажите, доводилось ли вам брать интервью у человека, с которым вы тесно общаетесь, крепко дружите, например? И если да, то каково это? Значит, сразу хочу вам сказать, что нет никакого журналистского подхода к интервью и нежурналистского. Интервью – это способ получения информации. И все. Когда девочка спрашивает у мальчика, ты меня любишь? Когда мальчик спрашивает у папы, можно я пойду погулять? Когда я веду программу «Наблюдатель» или программу «Дежурный по стране», когда человек спрашивает у продавца «Свежий или сметану», это все интервью, и они делаются по одним и тем же законам. Поэтому никакого отдельного специального журналистского интервью нет. Есть антураж. Одно дело, когда девочка спрашивает у мальчика «В лесу в красоте!» И другое дело, когда я спрашиваю правильного наблюдателя в студии. Антураж – другое, законы одни и те же. Если вы хотите, мы можем по поводу этих законов поговорить. Приходилось ли мне брать интервью близких людей? Да, конечно. Потому что, поскольку я занимаюсь давно культурой, то среди работников, деятелей культуры у меня очень много знакомых. Например, Вера Витальевна Глаголева, моя близкая подруга. Я у нее Илья Залиепа, которая играла в нескольких моих спектаклях. Вот самая большая проблема в этой ситуации – быть на «вы». Потому что в интервью же надо быть на «вы», чтобы у тебя не было ощущения у всех, что ты такой за панибрата со звездой. А это не получается. С Мишей Жигалом, моим ближайшим в то время другом, очень хорошим актером, я говорю, «Мишка, только на «вы», пожалуйста». Он говорит, «Да, конечно». Здравствуй, Михаил Васильевич, здравствуй, Андрей Маркирович. Это продолжалось минут пять. Потом он говорит, «Ну что ты несешь?» Говорит Миша прямо вот в студии. Это был еще ночной полет, был прямой эфир. В этом проблема. Больше никаких проблем нет. Надо очень хорошо понимать, почему я говорю про то, что журналист должен быть интересным людям, он должен общаться. Если вы не берете интервью повседневной жизни, вы не сможете его взять ни на экране, ни для газет, ни для кого. Если вы не умеете задавать вопросы, если вы не умеете слушать. Я уверен, что среди вас таких людей нет, но я на всякий случай. То тогда невозможно этим заниматься профессионально. Интервью. Американцы посчитали, что 80% времени человек тратит на то, что он берет интервью. 80% времени. То есть 80% времени человек тратит на то, что он получает какую-то информацию. Люди зачем общаются? Три цели. Первая цель – дать информацию. Вторая цель – получить информацию. А третья какая? А? Нет. Цель интервью – получить информацию, дать информацию. И третья цель – в нашей стране никто никогда этого не помнит. Получить удовольствие. Это слишком просто для нашей страны. Иногда, конечно, это совпадает. Когда ты получаешь информацию, тогда ты получаешь удовольствие. Вот эти две цели, то есть обмен информацией или получение информации, как правило, получение информации – это цель любого интервью, вне зависимости от того, оно делается профессионально или оно делается не профессионально, а просто в общении. Любой журналист должен относиться к общению как к тренингу, бесконечному тренингу. Журналист не может быть молчалив. Журналист не может быть человеком, которому… Вот теоретически так никогда не бывает. Но вообще по-хорошему, вот я здесь сижу, или дворник, или какой-нибудь другой замечательный человек, у вас должна быть куча вопросов. Не потому, что это человек какой-то особенный, автор большого количества книг, а потому, что это другой человек. К другому человеку у журналистов должна быть куча вопросов. Нет вопросов. Посмотрите в зеркало, что что-то не так в вас. Если их нет. А если есть, то замечательно. Я сейчас отдам микрофон, просто откуда у меня вопрос родился. Пока преподаватели. Нет, запала одна мысль, которую ваш коллега Владимир Познер сказал. У него правило, я даже никогда не буду брать интервью человека, с которым я в баню сходил. И однажды он нарушил это правило, взяв интервью у Урганта Ивана, и говорит, интервью не получилось, одно из худших моих интервью. Владимир Познер немножко лукавит. Он, например, беседовал со Жванецким, который является его другом. Я не знаю, ходили ли они в баню. Но на самом деле это невозможно. Я думаю, что Познер немножко лукавит, потому что просто невозможно. Познер знает огромное количество народу, и уже ни с кем из них не будет общаться. Мне не кажется, что ходить в баню — это критерий близости. Мне кажется, что есть какие-то другие критерии близости. И в этом смысле, мне кажется, Познер берет интервью людей, которые ему хорошо знакомят, окажутся. Здравствуйте. Салимова Мадина, второй курс журналистика. Хотела спросить, что вы понимаете под профессиональную культуру журналиста, и есть ли особенности на телевидении профессиональной культуры? Я не понимаю этого высказывания вообще, потому что есть культура и не культура. Нет какой-то специальной профессиональной культуры. Есть культура человека. Что такое культура? Вообще, мне кажется, что хорошо бы, чтобы… Тут очень сложный вопрос какой. Должен ли журналист быть интеллигентом? Интеллигентом. Интеллигент – это человек. Кто такой интеллигент? Я брал интервью Дмитрия Сергеевича Лихачева, в свое время великого нашего интеллигента, ученого и так далее. Он сказал, что интеллигент – это человек, который имеет в виду окружающих людей. Должен журналист это делать? Не всегда, к сожалению. Репортер, например, иногда это все может не делать. Журналист должен быть воспитанным человеком. Но понятие культуры у нас до такой степени размыто. Я отказался вести ток-шоу, который сейчас идет, оно и очень популярное. Меня пригласили вести ток-шоу, я пришел, мне дали сценарий. Я должен был подойти к сидящему в зале мужчине и спросить его, я не понял, вы спите со своей патчерицей или нет? Я положил, сказал, всего доброго, счастья, удачи, я это делать не буду. Потому что моя культура, если у меня есть человеку такой вопрос, мне с ним не о чем разговаривать. Я не буду разговаривать человеку, про которого я думаю, что он спит со своей патчерицей. Я с ним просто разговаривать не буду. Но это мое понимание культуры. То, что делается во многих ток-шоу, например, там свое понимание культуры. Но я абсолютно уверен, что никакой специальной, профессиональной журналистской культуры нет. Есть культура и не культура. Есть интеллигентный человек, неинтеллигентный человек, воспитанный человек, не воспитанный человек. И я должен с печалью вам сообщить, я хотел бы вам сказать, что дорогие студенты, если вы будете хорошо образованы, культурны, интеллигентны, вы сделаете карьеру, ничего подобного. К сожалению, вы можете быть абсолютно невоспитанные, бескультурные, ничего не знать и стать звездой. И я не буду называть людей конкретных, их очень много. Другое дело, что при прочих равных, вот когда при прочих равных, при прочих равных человек, который хорошо что-то умеет, он большего может достичь. Но при этом надо понимать, что во всяком случае телевидение, я думаю, что и газеты тоже, очень сложная история в смысле образования, очень сложная история. Вот мне, например, очень нравится, как берет интервью Даша Тлатопольская в программе «Белая студия на культуре», Юлия Меньшова на первом канале «Наедине со всеми». Они хорошо воспитанные, образованные девушки. Не журналистки культурные, они просто культурные, хорошие девушки. У них, мне кажется, хорошо получается. Ответила я на ваш вопрос? Галина Хасанова, журналист. Такой вопрос в продолжение первого вопроса. Бывает такое, что… Наверное, будет вопрос остаться из двух частей. Бывает такое, что во время интервью, особенно когда ты пишешь для печатных СМИ, разговариваешь с человеком, в какой-то момент происходит перелом в отношениях, в разговоре. И чувствуешь, что вот сейчас человек начинает раскрываться. И настолько душевно идет разговор, что он тебе рассказывает вещи, ты думаешь, вау, бомба просто. То есть человек перед тобой раскрылся, отправляешь ему материал, и он говорит, слушай, ну это только для тебя же это рассказал. Как бы вот такой момент. И ты думаешь… И вторая часть вопроса. Получается, что если бы это было интервью на телевидении, то есть это бы прошло, и человек бы раскрылся, ушло. А в печать ты волей-неволей, как воспитанный человек, ты себе это оставляешь, уважая интересы человека. А вот как быть? То есть пытаться уговаривать его? Никак не быть. Никто не обязан давать вам интервью, и никто не обязан раскрывать перед вами душу. Мы идем сейчас с вами в онлайн, и вы раскроете сейчас душу и расскажете больше, чем вы бы хотели. Никак в жизни не будет. Я никогда не буду… Почему я буду… Даже если бы у нас не было онлайна, я не буду раскрывать душу. Зачем? Вы же не священники. Человек имеет право на собственное слово. Если вы ему симпатичны, он мужик, увидел вас и решил, вот такая красивая женщина. Все вам рассказал. Потом, когда он увидел этот текст, у меня такая была история с одним популярным актером, знаменитым очень, который рассказывал мне, что он хотел уйти от жены, в смысле сказал жене, я ухожу. Это было интервью для газеты «Собеседник». Он сказал жене, я ухожу. Жена сказала, ну хорошо. Он уходил к другой знаменитой, суперзнаменитой актрисе. Только тогда, вот я уйду утром, она говорит, хорошо, только тогда не в спальне ложись, а там где-то в другой комнате. Он полег в другую комнату, проснулся от света, который горел на кухне. И он вышел на кухню, его жена гладила ему трусы и носки. Он что-то делает, что говорит, ну я не могу тебя к чужой бабе с грязным бельем отпускать. Это его так потрясло, что он поехал к своему другу, неделю он пил. Он говорит, я пил, пил, потом голову под кран, потом опять пил, пил, пил. И потом вернулся к жене. Вот он мне все что-то так рассказал, а он мне это рассказал, я пришел к нему домой, он говорит, мы будем с вами пить под русскую закуску. Я говорю, что это такое? А русская закуска, чтобы вы знали, это следующая история. Это водка, которая запивается пивом и сырым яйцом заедается. Я сказал ему, вы знаете, я могу, конечно, но я даже не смогу с вами побеседовать, просто это будет такая разовая история. И он мне все это рассказал. Я ему прислал на визу. Он говорит, вот это выкини. А это было интервью, я делал такую рубрику диалоги о любви. Я говорю, это не... В общем, короче говоря, мы с ним поговорили, я говорю, давайте напишем, что это про вашего друга. Мы написали, что это про вашего друга, про его друга. Это, конечно, хуже гораздо. Потому что это очень знаменитый актер, он умер еще сейчас. И актриса, которая, он уходил, тоже очень знаменитая. Ну, вот, может быть, какие-то такие ходы. Но, в принципе, человек, если тебе человек рассказал под русскую закуску, исповедовался, совершенно не значит, что ты должен потом это все публиковать. Более того, если мы говорим про телевидение, у нас нет прямых эфиров. Я делал 12 лет, ночной полет шел в прямом эфире. А прямых эфиров нет. Программа наблюдателей записывается, например. И крайне редко, но бывают такие случаи, когда человек говорит, вот это вырежьте, пожалуйста. Вот это я зря сказал. Мы, как правило, очень редко это делаем. Но, потому что тут уже очевидно, тут как бы все очевидно. Вот твое лицо, вот ты говоришь. Что касается текста, вы никогда же буквально не воспроизведете текст. И поэтому человек может сказать, а я не это имел в виду, там суды начнутся. Если вы не смогли уговорить человека, значит вы не смогли уговорить человека. Никто не обязан быть с вами откровенным, никто не обязан изливать вам душу. Более того, никто не обязан вам давать интервью. Вот если бы из эфира не было, я бы не приехал в ваш прекрасный город. Я не обязан это делать. Мне интересно, мне очень интересно встречаться с молодыми людьми, Казани. Какой красивый город у вас, слушайте. Какой красивый, чистый, какие потрясающие здания. Какие-то спокойные, никто не бежит. Удивительно. Вот я ночью мы ехали, сейчас какое-то удивительное совершенно. Пока микрофон приходит, я позволю по поводу получить удовольствие. Третья составляющая. Вот если я получаю удовольствие, не означает ли это, что я где-то подсознательно, возможно даже, влюбился в этого человека, с кем беседовал, и, соответственно, не буду очень объективно, когда буду излагать это интервью. Начну приукрашивать чуть-чуть. Я же удовольствие получил от него. Давайте я сейчас вам объясню. Если вы берете интервью, то в процессе брания интервью можете получать удовольствие, можете не получать удовольствие, но цель интервью – получить информацию. Но когда люди собираются за чашкой чая и начинают брать у друга интервью, это странная история. Потому что они должны собраться за чашкой чая и получить удовольствие. Я об этом говорил. Вообще, в принципе, я могу вам сказать, что я получаю удовольствие практически от всех своих работ, ну, от всех своих интервью, которые я делаю. Но я же не сумасшедший, я не во все влюбляюсь. Я не думаю. Нет, ну почему? Абсолютно не обязательно. Человек может просто интересен, человек может просто хотеть сообщаться. Совершенно не факт, что ты получаешь удовольствие, ну, как бы должен в него влюбляться. Это абсолютно не обязательно. Можно ли полюбить любого человека? Нет. Можно пожалеть любого человека? Да. Пожалеть можно любого человека. Каждому из вас есть о чем поплакать на ночь. Каждому из вас. Каждому человеку есть о чем поплакать на ночь, начиная от бомжа и заканчивая президентом Татарстана или России. Значит, человека всегда можно пожалеть. Почему это важно? Потому что, если, например, кому-то из вас не нравится то, что я говорю, это вызывает у вас раздражение. Каким образом можно раздражение уничтожить? У меня есть для вас такое сообщение, что человек не может одновременно испытывать две эмоции. Человек не может одновременно радоваться и бояться, например. Поэтому, если вы испытываете раздражение над этой эмоцией, поменять на какую-то другую. Например, на жалость. Я вчера отравился. Это я серьезно говорю. Вот сидит перед вами отравленный человек. Еле вообще поднявшийся. Это правда все. Еле поднявшийся. Вот можно меня за это пожалеть. Если вы меня за это пожалеете, тогда я вас не буду раздражать. Если вы меня пожалеете, у нас с вами пойдет нормальный разговор. Возможно, что вы даже получите удовольствие. Но я, к сожалению, далек от мысли, что меня кто-нибудь влюбится в эту прекрасную аудиторию. А удовольствие, возможно, люди получат через жалость. Это очень важный момент, потому что интервью – это общение двух свободных людей. Свободных от чего? От всего, что мешает интервью. В этом зале сидят люди, которые ненавидят седых, толстых людей в очках. Ну, ненавидят. Вы не сможете меня услышать, потому что вас будет бесить, что этот толстый человек в очках тут сидит. Или, например, вы приходите к человеку, и у него бородавка на носу. Все, конец интервью. Неводно раздражать. Смотрите, что он этот бородавка на носу. Или у меня были ситуации, когда я был газетным журналистом, ужасно одета женщина. Ужас, кошмарно. Ты беседуешь с ней, ты видишь, что она так одевается. Причем дорогая, дорогие вещи уже. Вот если это есть, то интервью нет. Потому что интервью – безоценочная история. Там не надо оценивать человека. А как его нет? Пожалеть. Ты думаешь, боже мой, бедная женщина, у тебя много денег, а ты их тратишь на бог знает, что несчастный человек. И тогда ты начинаешь ее жалеть, и через жалость ты начинаешь с человеком разговаривать. Через жалость идет общение. Это очень важная история, потому что в нашей системе координат, к сожалению, жалость – это такое, жалость унижает, ляля-тополя. Это все не так. Вообще, если вы не… Если не нравится слово «жалость», вы можете заменить словом «сочувствие». Пожалуйста, не имеет значения. Но если нет жалости и сочувствия к человеку, никогда у вас не возникает. Тоже очень серьезная история. Вообще, очень серьезная история – себя анализировать. Это вы можете сами решить, сами подумать. Часто ли вы про себя думаете? Часто ли вы задаете себе вопрос, какой я человек? Зачем я делаю это или это? У меня был спектакль, я еще ставлю довольно много спектаклей, сейчас я репетирую в Театре Вахтангова с замечательными актерами, Ильяным и Тумайкиной, и молодым актером Вовцовым, репетируем спектакль. У меня был спектакль такой, притча про любовь, в школе современной пьесы, Юра Беляев играет главную роль. Я пригласил режиссера одной из своих программ, девушку. И она… Ну, после спектакля все подходят всегда и говорят спасибо, прекрасно, ну, что все говорят. Она не подходит ко мне, не подходит, не подходит. Потом я к ней подхожу, говорю, а что вам не понравилось? Она говорит, она смотрит на меня и говорит, что же это такое? Живешь с одним, любишь другого, а спишь с третьим. И ушла. Я понял, что… Вот до нее дошел, как бы спектакль до нее дошел. Потому что она первый раз задумалась о каких-то смыслах в своей жизни. Вот это ваш вопрос, который, мне кажется, человек должен себе все время задавать про смысл жизни. Это, на мой взгляд, это очень важно. И, к сожалению, мало кто из журналистов, мало кто из средств массовой информации к этому подтолкивает людей. Такой вопрос. Вы… Я вас вообще много смотрел, и, в общем-то, дежурный по стране. Одна из моих любимых была передач на староформатном ТВ до того, как я вообще выбросил эту коробку в окно. Она не была на НТВ никогда. Нет, нет. Староформатном ТВ. ТВ. Телевидение. У меня вопрос такой. Вот есть такой парадокс, и я его часто замечаю в журналистике, и в западной, и в российской, что интересный журналист-собеседник — это не всегда специалист в той области, в которой, ну, вот он у человека берет интервью. И то есть, насколько, по-вашему, вот глубина знаний, например, журналиста по теме, она первичная или вторичная во время интервью? Малоизвестный ученый Альберт Эйнштейн говорил, что у меня нет особого ума, у меня есть только любопытство. Вот это главное качество журналистов. Журналист не может знать все. Какие-то основные вещи хорошо бы знать. Но я всегда стою на точке зрения аудитории, а аудитория всегда не в курсе. У меня бывает несколько записей программы наблюдатель в день, когда я утром записываю про физиков, днем я записываю юбилей музыканта, а вечером я беседую с писателями. Понятно, что я не могу все это знать. Я, опять же, говорю, неправильные вещи, которые меня преподаватели должны ругать. Знания ничего не определяют в жизни журналиста, к сожалению. Другой вопрос, что когда ты готовишься к эфиру, ты должен, в общем, про этого человека что-то знать. То есть, если к тебе пришел актер, надо знать, что он актер, а не певец. И что он играет в каких-то таких спектаклях. Ну, вот это какие-то такие основные вещи знать надо. Но, в принципе, мы делали эфир, меня поразила совершенно история, что, оказывается, голос крови, это абсолютная метафора, и что кровь папы и сына, она настолько же похожа, как, скажем, папа и сотрудник его по работе. Они ничего общего там нет. Оказывается, в крови родственников ничего общего нет. Это меня поразило, потому что, ну, голос, ну, как, кровь, это моя кровь, это моя кровинка, говорил я про своего сына. Вот этого ничего нет. Ну, понятно, что я этого не знал. Я этого не знал. Пришли люди, рассказали мне какие-то такие вещи, или там про какие-то невероятные исторические вещи мне рассказывают. Я, например, очень долго не знал, что 20 лет не было Парада Победы, что Парад Победы впервые прошел в 1965 году. Я вот этого не знал. Я не знал, что Сергей Сергеевич Смирнов, такой замечательный писатель, автор книжки про Брестскую крепость, вот этот парад, ну, как бы, боевой инициативе парад прошел. Не знал, не должен знать. Вот, например, когда ко мне приходит человек по поводу премьеры фильма или спектакля, я никогда не смотрю до эфира, потому что мы тогда будем два посвященных разговаривать про это, а зритель же не посвященный. То же самое с любой научной историей. Мы будем посвященные люди, посвященные люди, мы все понимаем в этих физических проблемах, а зрители нас выключат просто. Поэтому не являются первичными абсолютно. Хотя, конечно, хотел, я же знаю, как надо говорить. Надо говорить, дети, учитесь, знания, без этого, все полная ерунда. Абсолютно без всякого знания человек становится телевизионной звездой и суперзнаменитым, знаменитым, то есть он осуществляет вашу мечту, он становится знаменитым, богатым. Абсолютно ничего при этом не знаю. Меня зовут Алсу, я сотрудник департамента пиар и рекламы. У меня два вопроса к вам. Первый. Все-таки есть ли разница между интервью и разговором? И второй вопрос. Все-таки есть ли у вас какие-то внутренние правила? Ну вот, как, например, у упомянутого Познера, вот он не берет интервью у тех, с кем был в бане. А у кого вы не берете интервью? Я уже сказал по поводу высказывания Владимира Познера про баню, что касается разницы между интервью и разговором нет, если это разговор с целью получения информации. Интервью это наиболее распространенный вид межличностного, между личностями, вербального с помощью слов общения двух или нескольких свободных людей, в результате которой один или несколько человек получает информацию. Вот это интервью. Если у разговора такая цель, вы садитесь с вашим мужем и обсуждаете где отдыхать. Это интервью. А? Или журналисты все немного люди. Тут как куда смотреть. Вот. Если разговор с целью получения удовольствия, это другая история. Еще раз, у общения есть три цели. Дать информацию, получить информацию, получить удовольствие у любого общения. Дети, если ребенок берет у родителей интервью, это хорошее воспитание. Если родители бесконечно читают ребенку лекции, это плохое воспитание. Интервью это очень такая широкая, важная такая история. Это такое, если угодно, философское понятие. Что касается принципов, ну, наверное, у меня есть какие-то принципы. Я никогда не буду брать интервью у человека, которому я не могу пожать руку. Например, я не буду брать интервью антисемита. Я не буду брать интервью у коммунистов, у таких безумных коммунистов. Я вряд ли буду брать интервью у людей, которые любят Сталина. Если я не могу к человеку пожать руку при встрече, я не буду у него брать интервью. И второе, я никогда не буду задавать человеку вопрос, на который он скажет, не ваше дело, и будет прав. Есть ли у вас любовница? Человек может сказать, не ваше дело. Вот такие вопросы я никогда не задаю, хотя это, наверное, журналисты очень любят. Это называется острый вопрос. Острый вопрос – это вопрос, который ставит человека в тупик, и аудитория, если мы говорим про телевидение, смотрит, как он будет из него выходить. Острый вопрос никогда не дает никакой информации. Острый вопрос – это вопрос, когда человек, попадая в тупик, и ты смотришь, как он из него выйдет. Мне это неинтересно. Мне интересно, когда я разговариваю с человеком, получить от него информацию. Спасибо, секундочку. Как вы… Айрат, как бывает, меня зовут, тоже преподаю здесь. Как вы готовитесь, например, к интервью, вообще к беседе с Живанецким, с Живанецким, например, или вообще, и даже шире, приходится ли вам готовиться к разговору к собеседникам, помимо того, что вы что-то о нем узнаете, справочное? Конечно. Что касается любого интервью, у меня всегда есть редактора, которые пишут мне страниц 25 всякого разного текста, фактуры про данного героя. Дальше я рукой, 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 ручкой на бумажке, а не на компьютере, я пишу вопросы, я пишу какие-то темы, пишу направления беседы обязательно. Что такое план? Надо ли составлять план беседы? Надо. Надо ему следовать? Нет. План – это возможность структурировать свои мысли. Конечно, сейчас я это говорю, конечно, планы в любой беседе составляются. Почему ему нельзя следовать? Потому что вопросы, которые рождаются в голове у человека, который берет интервью, они должны рождаться не из его головы, не из его плана, а из ответа собеседника. Поэтому вот я всем рассказываю историю, подлинную историю, про то, как ко мне пришла молодая журналистка. Я посмотрел, у нее начиналось 44 вопроса. Так было видно, 44 вопроса. Она начала мне их задавать. Причем она задавала, приходила к тебе, я задавала. Я решил понять, до какой степени она меня не слышит. И когда она мне задала какой-то вопрос, я сказал, вы знаете, вот вы такая милая девушка, я хочу быть с вами откровенным, я хочу повеситься. Я уже купил крюк, я купил веревку, я купил мыло. Вот думаю, куда вбить. Она говорит, понятно, и пришла к следующему вопросу. Я сказал ей, ну как бы мы с ней расстались, я сказала, что, может быть, если мы сейчас с вами расстаемся, для вашей дальнейшей карьеры будет более важно. Это что такое следование плану. Но не делать план, ты не сможешь структурировать свои мысли. Человек говорит со скоростью 120 слов в минуту, а думает со скоростью 800 слов в минуту. Поэтому, когда нам кажется, что мы думаем, в голове у нас невероятный хаос. Это позволяет вам, вот именно вам сейчас, с одной стороны, вы меня слушаете, и даже кому-то из вас интересно. А при этом думайте, Бог знает о чем. Параллельно. Потому что я говорю со скоростью 120, а вы думаете со скоростью 800. И вот эти вот оставшиеся там 600 слов, Бог знает, все вы уже продумали, выключили ли вы газ на дома. Ну, то есть масса вот в этом, слушая меня. Поэтому для того, чтобы свои мысли структурировать, нужно что-то делать. В частности, можно сделать эту историю. Можно постараться написать какой-то план. И второй, зачем нужен план и подготовка. Когда начнется паника, какая паника, главные интервьюеры в кадре. Что собеседник ответил, а у тебя нет вопросов. И ты сидишь, и такого у меня никогда не было, но вы сидите, вот это ужас как. Когда это такой ужас наступает, надо тогда посмотреть в этот план. Но, в принципе, следовать ему невозможно, а делать его нужно. В случае Жванецкого все-таки. Подготовка конкретно к этому собеседнику или дежурной по стороне? Ну, подготовка там не к собеседнику, то есть мне готовиться к собеседнику, с которым я беседую 13 лет, невозможно. Я готовлю вопросы же. Я должен, мне редактор присылает вопросы, связанные с событиями, которые происходили в стране. Я из них выбираю те, которые ему будут, которые, мне кажется, мне бы хотелось ему задать. Беседа со Жванецким – это не до конца интервью, потому что Михаил Михайлович Жванецкий, как вы знаете, не отвечает на вопросы никогда. Это такая психоделическая передача. Вот я там работаю психологом, я там не работаю журналистом. Я никогда не добиваюсь у Жванецкого ответа на поставленный вопрос. Это бесполезно. Я пытаюсь сделать так, чтобы ему было удобно, и чтобы он мог, чтобы он было удобно, хорошо, чтобы он мог, ну, чтобы он себя нормально ощущал. Но подготовка есть, конечно. Немножко же все события за… Мы подводим итоги месяца. Нужно эти события же как-то понять, узнать, придумать вопросы к этим событиям. То есть есть такие собеседники, у которых невозможно взять интервью? Нет таких собеседников, у которых невозможно взять интервью, но когда ты беседуешь с человеком 13 лет, у вас в этом смысле у нас уникальная передача, такой второй на телевидении нет. Она не может служить примером ничему. Это совершенно уникальная такая история. Там поэтому начинается своеобразная отношение. Больше нет такого. У любого человека можно взять интервью, любого человека можно получить информацию, но за 13 лет я уже это сделал. Сейчас уже поэтому все пошло по-другому. Здравствуйте. Меня зовут Алина Сойл. Я студентка первого курса татарской журналистики. И вот как вы считаете, есть ли будущее у печатных изданий? Нет. Почему? А почему они будут? Откуда оно возьмется? Есть очень большое будущее у радиожурналистики. Пока есть машины. У радиожурналистики, мне кажется, вообще будущее гораздо лучше, чем у всего остального, чем у телевизионной журналистики. Что касается телевизионной журналистики, я не знаю, но я знаю, что молодые люди вашего возраста, они предпочитают смотреть, работать с компьютером, а не с телевизором. У печатной журналистики будущего нет, потому что я не понимаю, а какой это, зачем? Зачем? Для чего читать газету? Даже сейчас. газету можно читать в самолете, пока нет интернета. Будет интернет в самолете, тогда она там нет. Зачем? Мне кажется, что в общем нет. Причем нету очень скоро. Мне кажется, что печатная журналистика, она, собственно говоря, уже же увядает. Почему? Я не знаю, как в Татарстане, но в России я не помню, когда бы обсуждали статью в газете. Я не помню такой ситуации, чтобы люди говорят, ты читал вчера в «Известиях» т.т.т. Я не помню этого. Я видел по телевизору, да, опять эти придурки спорили, это говорят люди бесконечно. А чтобы в газетах, я такого не помню. Если газета перестает влиять, значит, она перестает влиять. Я работаю колумнистом российской газеты с большим удовольствием. Мне это все очень нравится. Я каждый месяц жду, что меня скажут, все, хватит, все, до свидания. Ну, я скажу, до свидания. Но это отчасти такой привет моему прошлому, потому что я же очень много работал в газетной журналистике, мне интересно это делать. Но в принципе, я не вижу места газетной журналистики даже сейчас. А уж там через 15-20 лет я не вижу этого места. У меня к вам вопрос такого двойного характера. Первый, первая сторона. Если вдруг ваш собеседник оказался слишком разговорчивый, его зациклило на чем-то, и он говорит только об этом, и какие бы вы вопросы не задавали, он все равно сворачивает на свою дорожку. Больной. И второй вопрос, связанный с этим же. Наоборот, вы задаете человеку вопрос, он отвечает односложно, да, нет, и не хочет вам выдавать большую информацию. Как вы поступаете в том и другом случае? Значит, в первом случае, когда человек, ну, во-первых, всегда человека можно об этом спросить. Вот все, что вы видите, можно об этом спросить. Можно ему сказать, а я вас спрашиваю про одно, вам так важно говорить про лесополосу, почему вы все время про лесополосу говорите? Это самый простой вариант, если человек все время постоянно говорит про одно и то же. Кроме всего прочего, я учу своих студентов, каким образом перебивать собеседника так, чтобы, оттолкнувшись от того, что он говорит, спросить то, что вам надо. Каким образом перебить собеседника так, чтобы собеседник бесконечно говорит про волосы, а тебе надо задать вопрос, в чем смысл жизни. Если человек говорит про волосы, я условно говорю, да, это вот мне сейчас обшивало было, если человек говорит про волосы, а вы спрашиваете про смысл жизни, у него ощущение, что вы его не слышите, и вы с ним расстаетесь. Если человек говорит, хотя на самом деле так не бывает, но даже если это ситуация, если человек говорит про волосы, а вы говорите, слушайте, вот вы про волосы ужасно интересно рассказываете, они так меняются в жизни, да, вот волосы, то, что у человека меняется, невероятно, некоторые лысеют. Вот я смотрю на волосы, и часто думаю, Зачем вообще человек живет? Это другая совсем история. Если надо перебить человека так, чтобы с его темы на свою, оттолкнувшись от того, что он... У меня экзамен был такой со студентами, на экзамене все мои студенты это делали. Я им говорил слово «стул», а вопрос «что такое любовь». И через год у меня не было ни одного студента, который не мог бы это делать. Это превратилось в такую игру. Это если человек толдонит про одно и то же, тебя надо спросить про другое. Если ты его спрашиваешь, он тебе все время про стул, а ты его про любовь, а он продолжает про стул, то тогда вступает в дело такая история, которая называется провокационный вопрос. Провокационный вопрос – это вопрос, на который человек может либо ответить, либо уйти. Вот у меня была ситуация, когда у меня был один известный очень рок-певец, еще в ночном полете, который не хотел со мной разговаривать. Это второй вопрос ваш. Он отвечал на все «да, нет», «да, нет», «да, нет». Я сказал, «вы не хотите со мной разговаривать?» Он говорит, «да не очень». Я говорю, «что пришли?» Он говорит, а продюсер сказал, надо рекламировать диск. Я говорю, «ну рекламируйте». Он застает диск, говорит, «вот вышел диск». Я говорю, как неловко, это ужасно неловко. И дальше уже пошел такой нормальный разговор. За всю мою практику очень богатую был один человек, которого я не смог сбить, который на все вопросы, мило улыбаясь, просто сияя от счастья, она отвечала на три… У нее было три варианта ответа. «Да, нет, я об этом не думала». Это солистка группы «Бонни М». Вот она почему-то так вот со мной… Она только так вот… У нее было три варианта ответа. Больше она никак ничего не говорила. Но вообще так бывает крайне редко, потому что человек к тебе приходит или вы к нему приходите, если это газетная журналистика, для того, чтобы дать интервью. Он же не приходит для того, чтобы над вами издеваться. Он приходит, чтобы дать интервью. Дальше задача состоит в том, чтобы его расслабить, чтобы ему помочь. Но он с этой целью идет. Он не идет для того, чтобы не разговаривать с вами. Иначе он просто не приходит. У меня вот последняя такая ситуация с выдающимся мировым режиссером Питером Гринуэем. Такой великий режиссер, который утром того дня, когда должна была быть запись программы «Наблюдатель», сказал, что он не придет, а придет его жена. Я сказал нет. Мне позвонили так, я говорю, что жена Гринуэя интересует только тем, что она жена Гринуэя. Чтобы он не рассказывал, что она великий режиссер, она интересует только… Либо он, либо ничего. Он пришел, уже меня не любя. И дальше он стал надо мной издеваться. Вот он заканчивает вопрос, ответ. Я начинаю что-то говорить, он говорит, что меня перебили. Хорошо. Дальше он говорит, я молчу, все молчат, тишина в студии, пауза. Я говорю, вы ответили? Он говорит, нет, продолжай. Вот так вот шла вся беседа. Дальше он что-то сказал, я говорю, мне кажется, что вы очень умный человек. Он говорит, я не нуждаю в ваших оценках. Я говорю, я для зрителей работаю. Я знаю, что эту беседу люди всегда будут смотреть. Потому что конфликт в искусстве никто не отменял. Если возникает конфликт, то значит, это сразу будет все интересное. Надо использовать. Но вот способы такие, если говорить про то, о чем вы спрашивали. Меня зовут Айшла Мерханова. Я магистрат высшей школы журналистики. Помимо всего прочего, я много лет уже практикующий журналист, сама тоже работаю в печатном издании. Что может, да. Наверное, надо подумать о будущем. Из того, что вы только что сказали. Да, я вам советую это сделать. Ну, это и так, в общем-то, очевидно. Но у меня, может быть, вопрос из нескольких частей. Вот направление, по которому нас готовит магистрант, называется арт-журналистика. То есть, очевидно, мы готовимся к тому, чтобы освещать события, явления, персон мира, искусства и культуры. И вы имеете к этому непосредственное отношение. Вы сказали, что с самого начала вы занимались именно темой данной. Что привело вас именно к выбору данной темы? Это первый как бы вопрос. Затем второй вопрос, наполовину такой исповедальный. Потому что в свое время я тоже пришла в журналистику, вот из большого интереса общаться с какими-то интересными людьми, может быть, вот этого мира искусства. Я сама получила первое музыкальное образование. И хочу сказать, что, в общем-то, мой профессиональный опыт, в том числе много интервью брала и опечатала, ну, несколько, может быть, изменил отношение вот к такому типу людей. И, как заключительная часть вопроса, вы также обмолвились, что помимо того, что вы журналист, в общем-то, вы работающий психологом, то есть, очевидно, вы за ваш огромный опыт проникли очень хорошо в мир этих людей. И как вы думаете, что все-таки вот отличает этих людей, которые занимаются творчеством, какие ключевые качества, ну, помимо таланта, естественно, они вообще отличаются от нормальных людей, в том числе и журналистов. Все люди отличаются друг от друга. Ну, вот чем, в общем-то, в большей степени, что это? Мы с вами чем отличаемся? Все люди друг от друга отличаются. Понятно, да. Ну, вот считается, что вот это какая-то загадка творческой личности, это что-то. И менялось ли ваше отношение, вот что я хотела спросить. Спасибо. Что касается первого вопроса, почему я начал заниматься культурой, я вот в психофилософии, про которую я немножко немножко говорить, там есть несколько принципов. Вот когда к вам приходит человек со своими проблемами, как с ним, я вот буду сегодня на открытой лекции об этом больше рассказывать, каким образом помочь человеку, который пришел к вам в трудном состоянии. Первое, надо понять, чего он хочет и почему он не живет собранным своим желанием. Желание главное движет в жизни любого человека. То, что у вас сейчас, у большинства из вас, нет желания мне ни о чем спрашивать, то есть, наверное, кто-то из вас преодолеет и спросит, вот то, что у вас нет желания мне ни о чем спрашивать, это очень печальная для вас история, а не для меня. Каким бы я ни был занудой, например, это неважно. Если перед вами есть человек, у вас должно быть, новый человек, у вас должно быть желание у него спрашивать. У меня было желание заниматься культурой всегда, потому что у меня папа писатель, потому что я вырос среди людей, которые потом стали классиками русской литературы, типа Тарковского, Левитанского, там, Самойлова, я их всех знал очень, достаточно хорошо. И я, конечно, это было внешне очевидно, что надо заниматься культурой. Что касается какой-то странности людей творчества, я никогда этого не понимал. Я был такой режиссер, замечательный, земляпуховый, Сережа Арцебашев, он меня пригласил в Театр Маяковского поставить на малой сцене, не на малой, на сцене филиала, 400 мест зала, поставить какой-нибудь молодежный спектакль, чтобы был успех. Я сказал, я поставлю свою пьесу, и будет успех. Он говорит, как ты можешь думать, что будет успех? Я говорю, Сережа, ты ловишь таксиста и говоришь ему, довези меня в Бирюлево. Он говорит, ну я попробую, я не знаю, что получится, но я попробую, конечно. Или ты приходишь в ресторан, спрашиваешь у повара, вы можете сварить борщ? Он говорит, ну я не знаю, ну как пойду, что это такое? Значит, мы с ним уже не будем. А почему-то творческий человек имеет право. А что, в том, чтобы везти машину или делать борщ, нету творчества? Они, все люди разные, и все люди странные. Все люди странные, таксисты, обожаемые мною категории людей. Они тоже странные, у них есть свои какие-то, какие-то у них есть свои, не парламентно говоря, примочки. Бизнесмены. Это же вообще отдельные такие люди. Творческие люди, какие-то отдельные люди. Они такие, пришедшие к нам с Олимпы? Нет. Жванецкий замечательно сказал, если у тебя есть кумир, не приближайся к нему. В этом тоже есть, наверное, в этом тоже какой-то есть резон. Но люди разные все, а не то, что люди творческие, они как-то более разные, чем все остальные. Они тоже, у них тоже есть свои вещи. Есть проблемы, например, с фантазией, когда творческий человек живет в каком-то своем придуманном мире. И очень часто он не понимает, что было на самом деле. У вас так тоже может, наверное, иногда бывает у людей. Ну, понятно, у меня была подруга такая близкая, у нее папа был композитор. Мама говорила про папу. Нормальные люди музыку не пишут. В этом есть резон. Но нормальные люди и 10 часов по городу на такси не могут проехать. Любая профессия накладывает на человека свой отпечаток. И профессия повара накладывает не меньше отпечаток, чем профессия поэта. У вас ваши профессии приблизили к пониманию вот этих людей? У меня не было такой задачи. У меня вообще нет задачи понимать людей, потому что это невозможно. Невозможно. Как можно человека понять? Человека можно попытаться в какой-то степени понять. Люди живут 40 лет вместе и не могут друг друга понять. Как можно человек понять? Можно попытаться это сделать, можно поговорить с ним, можно... Это очень интересно. Это то же самое, как понять лес. Вот сколько ты не ходи в лес, он все равно разный все время. Человек все время разный. И так вот прям его... Но вот я раньше не понимал деятелей культуры пока, общался с ними, стал понимать. Они потом тоже разные, но они же разные. Вы же прекрасно понимаете, что Басков и Лещенко это разные люди. Например, неважно, Захар Прилепин и Андрей Битов, тот писатель, тот писатель. Они все разные. Писатель или певец, или композитор. Это же не печать. Это же не то, что если ты композитор, то ты вот такой. А если ты писатель, то это же не так. Они все очень разные. Но такое обожествление вот этих профессий мне не нравится. Мне кажется, это неправильно. Спасибо. Светлакова Мария, студентка первого курса. Нам часто говорят, что надо учиться на чужих ошибках. А когда вы говорили о психофилософии, то сказали, что опыт одного человека не может помочь другому. Почему? На чужих ошибках нельзя учиться. Ну, вы меня ставите в неловкое положение, когда вам же говорят, наверное, преподаватели. Был такой великий педагог пистолодцы, гений такой, гений педагогики. У него был сын, которому 4 года. И он пытался своему сыну отучить хватать предметы со стола 4 года. И с полок. Он взял железную кружку, налил туда кипяток, вырил кипяток, поставил кружку на стол. Ребенок схватил, обжегся. 4 года. Он мазал его руки и говорит, видишь, что происходит? Не подействовал. Да, он поставил вареные яйца. Ребенок обжигался 3 или 4 раза и перестал все хватать с стола. Никакого опыта, кроме личного, нет. Потому что вы всегда думаете, у него не вышло, а у меня выйдет. Или у него не вышло, потому что он плохой, а я хороший, у меня получится. Нету никакого. Учиться на чужих ошибках это красивые слова. Человек, более того, это то, что родители, я очень много занимаюсь педагогикой, вот родители пытаются дать детям, вы это знаете, вы это помните лучше меня, потому что вы еще ближе к этому возрасту, они пытаются детям дать свой опыт. это не работает. Пока он сам или она не долбанется лично, он ничего не поймет. Никакого опыта, кроме личного, нет. Чужой опыт может быть в помощь просто. Вот книжки, зачем люди читают? Как мне сказал один замечательный человек, книжки надо читать для того, чтобы поумнеть, не повзрослев. Это хороший такой вывод. Но это все равно можно использовать дальше для своей жизни, а не идти прямо вот так, как вот Наташа Ростов ведет себя так, я тебя буду вести так же. Работает, к сожалению, только собственная история. Вот все то, что ты принял там, кровью, я не знаю, руками, вот только это работает. А учиться на чужих ошибках, ну, красивые слова, простят меня, ваш преподаватель. Это надо иметь в виду, это может дальше помочь, но все равно это станет вашим опытом только когда вы сами это приживете. Это, кстати говоря, если бы было не так, то ощущение было бы несчастливой любви. Потому что такое количество книжек про то, как правильно любить, ну, прочитай и работай, или как неправильно любить. Вот так не делай, а вот так и что? И это не работает совершенно. Здравствуйте, Дарья Черницына, второй курс. Вопрос такой. Вы определились по теме культуры ну, давно, да? Как вы считаете, нам, журналистам, еще студентам, нужно уже определяться с темой на первых курсах? Нету такого слова «нужно». Есть такое слово «хочется». Хочется – определяйте. Не хочется – не определяйте. Долг – это последняя мотивация, когда нет любви. Когда у человека есть любовь, долг не работает. Долг начинает работать, когда ее нет. Если человек ухаживает своими родителями из чувства долга, значит, он их не любит. если мой папа пошел на войну, мой папа прошел всю войну не из гражданского долга, а потому, что он любил свою страну. И он не хотел, чтобы фашисты ее завоевали. Поэтому надо и не надо, хотите и не хотите, это же тяга. Вы же меня не будете спрашивать, надо нам влюбляться на втором курсе или надо влюбляться на третьем? Или даже не надо влюбляться в институте, а надо, но это же так не работает. Хочется, не хочется. Это то же самое. Выбор тематики для журналистов это принципиально важная вещь. Это вообще вещь, которая может облить человек, если на всю жизнь, но на очень долго. Это надо делать по желанию. Что такое призвание? Вообще, что такое призвание? Это желание. Призвание, это когда я что-то очень сильно хочу делать. Ко мне на консультации приходят люди 33+, довольно много, которые хотят менять свою профессию. Почему так происходит? Потому что они выбрали профессию исходя из того, что деньги, престиж, и до 33 лет это все работало. А потом у них хватило силы и так далее эту работу поменять. То же самое с тематикой. Нет такого слова нужно нам или не нужно. Хотите, не хотите. Хотите, меняйте. Хотите, выбирайте. Не хотите, не выбирайте. Это, к сожалению, очень российским людям очень трудно согласиться с мыслью, что надо жить так, как ты хочешь. Это очень тяжело. Потому что мы живем в такой системе, где я последняя буква в алфавите, как нам все бесконечно говорят, где фраза «твоя мея» никого не интересует одна из самых популярных в школе, а школы у нас нет. В Татарстане, видимо, есть, а у нас нет. У нас нет школы, у нас есть каторга. Ребенка отдают на каторгу, это отдельная история, очень волнующая меня. И мы не привыкаем к тому, что надо делать то, что ты хочешь, а только желание дает силу. Вот силу, энергию, это прекрасно знаете по себе. Я помню, мне было 17 лет, я влюбился в девушку, которая меня преподавала русский. Мне было 17 лет, я уже преподавал в школе юного журналиста. Я преподавал профессию, а девушка преподавала русский язык. и она должна была прийти к нам домой вместе с моими как бы девятиклассниками, с ребятами. Я сказал, мам, а можно я из своей комнаты в твою, а мы только-только переехали, 20 лет мне было, а можно я из твоей комнаты в твою перетаскаю огромные такие ящики с книгами? Она говорит, только потом обратно уберешь. Вот ожидая девушку, я это сделал легко, непринужденно за 5 минут. А обратно я их таскал несколько часов. Мне это потрясло. Потому что мне хотелось, а мне не хотелось. И все. Ничем вот тот человек, который освобождал комнату к приходу девушки, от того человека, который освобождал комнату потому что надо, не отличался один от другого. Только один хотел, другой не хотел. Желание, это вообще, ну там надо ее отличать от пихти, вот сегодня на открытой лекции, как это называется? Я буду про это подробнее рассказывать, но вообще вот это очень важно. Вообще, если вы часто употребляете слово «надо», значит, в жизни что-то не так. Здравствуйте. Меня зовут Камиль Абдулин, третий курс телевидения. У меня такой вопрос. Я могу смело сказать, что аудитория 18, примерно 30 лет, ну условно говоря, считает, что руководство, учредители, редактура первых федеральных каналов наделал на себя розовые очки. Это следует из того, что, допустим, брать пример, тоже «Голубой огонек» этой передачи, пусть говорят, перейдемой эфир «Цирка уродов», грубо говоря. Скажите, пожалуйста, а вы делали опрос? Нет, не делал, но это среди... А вы такой, ваши знакомые так говорят? Да не мои знакомые, допустим, я смотрю видеоблогеров многих, читаю комментарии, они проводят опросы тоже у себя, допустим, в пабликах, по доверию первому федеральному каналу. Смотришь, все такие мыльные сериалы, НТВ-сериалы про бандитов. Мне непонятно, это делается намеренно, то есть не учитывается менее аудитории молодежи. А вам кажется, что телевидение никто не смотрит? Смотрит? Вот в том, что ты делал. У меня такое ощущение, что телевидение пытается сейчас высосать последние деньги из аудитории 40+, и уже потом либо переключиться на молодежную аудиторию, либо я не понимаю, как они работают. Это такой очень сложный вопрос. Как вы понимаете, я работаю на канале «Культура», который ориентирован на людей 40+, он просто на этих людей, к сожалению, на этих людей ориентирован. Телевидение – это бизнес. Телевидение – это не искусство, это бизнес. Телевидение делает те передачи, которые люди смотрят, и которые, соответственно, имеют большой рейтинг, и в них хорошо продается реклама. Отсутствие молодежных программ на нашем телевидении, вы абсолютно правы, у нас нет молодежных программ на телевидении. Вызван не тем, на мой взгляд, что руководство надевает розовые очки, а тем, что это очень трудно делать. Хотя, на самом деле, молодежные программы есть, но, по всей видимости, вы и люди вашего круга их не смотрят. Я не думаю, что садятся руководители разных каналов и думают, как бы им высосать деньги из людей 40+. Я не думаю, что это происходит так. Кроме всего прочего, Телевидение – достаточно инерционная история. «Голубой огонек» можно сделать гораздо проще, чем новую программу, а результат будет такой же. Я в свое время хотел поехать к одному западному писателю, взять у него интервью, не западному, а американскому. И мне сказали, это потрясающе, это интересно, только рейтинг будет меньше, чем если поговоришь с Киркоровым, а затрат будет больше. Это бизнес. Зачем тратить невероятное количество энергии, ума и так далее, для того, чтобы сделать что-то новое, когда можешь сделать голубой огонек и будет хороший рейтинг. Знаете, какая самая популярная программа на телевидении все годы? Вот какая программа по рейтингу самая большая? Обращение президента Путина к народу на Новый год. Эта программа имеет всегда самый большой рейтинг. Один раз, между прочим, один раз по рейтингу эту программу обогнал фильм. Знаете, какой? Остров. Остров показывался, рейтинг делается недельно. Остров показывался в Рождество, а Путин обращался 31 декабря. Была неделя. И вот был единственный случай. Телевидение это история, история, когда люди, как любой бизнес, люди зарабатывают деньги наиболее простыми способами. Никаких, на мой взгляд, никаких таких подноготных вещей нет. В прошлом году, в 2016-м, впервые, за долгие годы, канал России по рейтингу обогнал канал России-1, по рейтингу обогнал первый канал. Из чего можно сделать вывод, что людям интереснее смотреть Соловьева, чем Мурганта. И это так. Как? А мои знакомые вообще на него плюют? Ну, ради бога, но люди смотрят так. Это так. Значит, соответственно, дальше политических программ будет больше, раз люди их смотрят. Вы знаете, у нас дедлайн, но есть еще три вопроса у студентов. Пойдем навстречу. Зададим три вопроса. Время на исходе. Да ради бога. Ну, три вопроса успеем задать. Давайте. Пока меня не погонят. Нет, нет, секундочку. Ага. Меня зовут Ландыш Капранова. Я студентка второго курса, журналистика. Очень интересно, какую прессу читаете вы? Смотрите ли вы телеканалы? Какие? Какой слушаете радио? Я практически не читаю прессу. Я смотрю канал Культура и футбол. В основном я смотрю футбол. Я болельщик. Нет. Нима. Рубин. Нет. На Рубин. Я тут был в Ростове. Спрашивал, кто Бердеев ли руководит Ростовом фактически. Мне сказали, я разговаривал с очень крупным руководителем Ростова. Мне сказали, конечно. И рассказали, что это человек с невероятным характером, но гений. И все понимают, что он гений, только с очень... Когда Бердеев руководил Рубином, это было интересно все очень там. Когда он молился, победив Манчестер, это был так интересный момент. Мне человеческие нравятся вещи. Культуру я смотрю, я смотрю футбол, иногда я смотрю какие-то фильмы. Я не смотрю политические ток-шоу, и вот это все я совершенно не смотрю. Радио я слушаю музыку. Я люблю... Сейчас я потеряю в ваших глазах все, что я не может прервать. Я люблю радио шансон. Я люблю очень таких людей, как Шафутинский, как Трофим, как Бублик. Я под них езжу. Я радио слушаю машины. Раньше я с большим удовольствием читал журнал «Русский репортер». Мне казалось, что это очень хороший журнал. Потом он перестал существовать, а сейчас он возобновился, как мне кажется, в очень плохом. так он увидит. Но мне уже не интересно. Я не понимаю мезосценически, как читать газету. Это что, я сижу на диване и открываю «Коммерсант». Зачем? Все, что есть в «Коммерсанте», есть в интернете, а все сенсации в «Коммерсанте» уже просто написано в интернете. «Коммерсант» написал про тот. Ну, я понимаю. «Из интернета»? Я фанат социальных сетей. Вот сейчас мы закончим. Я посмотрю, что мне написали в Фейсбуке. Во-первых, там. Во-вторых, Google, Яндекс. Новости никогда из газеты. Вообще уже много лет никто не узнает новости из газеты, потому что газета позже всех об этом сообщает. Раньше была такая система, что раньше всех радио, потом телевидение, потом газета. Но сейчас еще появился интернет, который вообще мгновенно. Мгновенно же люди, которые сидели рядом с небоскребами, которые вредил самолет, узнали вот в 2001 году. Многие из них узнали о том, что вредил самолет, не посмотрев в окно, а посмотрев в интернет. Это так? Так, Салимова Мадина, вторая курс журналистика. Андрей Маркович, если бы у вас была возможность взять интервью, то есть пообщаться с любым человеком из прошлого, настоящего, кто бы это был и почему? Христос. Надо объяснить, а вы верите в его существование, да? Я верю в его существование абсолютно, но, конечно, нет, есть его, конечно. На втором месте Пушкин. Почему? Ну, потому что с Богом поговорить, ну как? Потому что Христу можно задать вопрос, зачем это все? Зачем? А Пушкин просто выпить? Просто вот, ну просто выпить с Пушкиным. Да какая разница спрашиваешь? Сел, выпил с Пушкиным. Это же уже замечательно. Здравствуйте, меня зовут Велена Грифьянова, четвертый курс со журналистика. У меня такой вопрос. Вот вы говорили о том, что если вас собеседник раздражает, то нужно его пожалеть. А что делать, если вы раздражаете собеседника? Ничего нельзя сделать. Вот вообще как расположить к себе человека? Ничего нельзя сделать. Вот очень важно понимать, что поднимите, пожалуйста, руки, те из вас, кто считает, что в интервью нужно обязательно находить контакт собеседником. Вот если ты хочешь с человеком поговорить, нужно обязательно находить контакт. А остальные считают, что не нужно. Большинство считает. А как вы это делаете? На самом деле контакт это не цель, а результат. Любые попытки специально наладить контакт, то есть понравиться, то есть некие специальные действия, которые наладят контакт с человеком, они бессмысленны. Ко мне приходит девушка, которая по мне пишет, студентка, которая по мне пишет диплом. И она очень волнуется, и она говорит мне от волнения, она ищет со мной контакт, ты так научишь, надо искать контакт. Она говорит, Алина Мальчевна, у вас такие красивые волосы. Я хочу сказать, все, уйди отсюда. Но это невозможно. Вот контакт это результат. Если правильно выстраивается интервью, то тогда появляется контакт. Любые комплименты, шутки, с юмором вообще очень тяжело в интервью. Это очень тяжелая история, потому что некоторые люди для того, чтобы наладить контакт, начинают рассказывать анекдоты, и контакт уничтожается навсегда. Потому что понятия юмора все глубоко индивидуальные. Если вы не нравитесь собеседнику, сделать ничего невозможно. Иногда это неважно. Вот мне, я не нравился великому режиссеру Гриной, все, ничего невозможно. Как бы я, ну я собственно особо ничего не пытался, но даже если бы я пытался сделать, я ничего, все. Это, к сожалению, такая, ну это собственно, есть такое понятие в психологии межличностная аттракция. Это межличностная аттракция, ничем не объяснимая протяжение одного человека к другому. Необъяснимая ни гендерными вещами, ни возрастными, ничем. Вы приходите в компанию, здесь 20 человек. Вот вы к этому человеку идете, а к этому не идете. Это нельзя ничем объяснить. Кто-то, вы все чудесные, киси, интеллигентные, мало похожие на журналистов люди. Вот то, что я сейчас увидел. Но кто-то мне больше нравится, кто-то мне меньше нравится. Это ничем нельзя, ничем невозможно объяснить. Соответственно, если есть межличностная аттракция, то есть притяжение, то есть межличностное отталкивание. Тоже ничем не объяснимо. Кому-то из вас я интересен, кому-то не интересен. Кто-то хотел бы со мной общаться дальше, кто-то не хотел. Если это отталкивание возникло, его нельзя победить. Вы можете его победить по отношению к другому человеку, правильно сказать, это возможно. А что-то такое сделать, чтобы человек вам понравился, нельзя. К сожалению, невозможно. Спасибо. В начале нашей встречи мы сказали, что вот эти книги достанутся, по вашему выбору на человек, который задал самый интересный либо самый любопытный вопрос. Вы бы могли сейчас кого-то ответить? А мне нужно одну книгу. Зависит от вас. Это ваши книги? Нет, я на самом деле не скажу, что одну книгу, я бы ее хотел дать Мадине за смелость. Она была первой. Она была первой, и она была дважды. Мне кажется, что это уже... Одна книга, и все. И вот этому преподавателю, который... Да, да, да. Нет, нет, нет. Вот вам, вам. Единственный человек, который пытался задать острый... Ну, не пытался, а острый вопрос по поводу Жванецкого, что есть люди, с которыми невозможно взять интервью. Вы какие-то невероятно доброжелательные, для журналистов это подозрительно. Спасибо большое. Друзья мои, прежде чем завершить встречу, напомню о том, что... И чтобы поздравить, конечно, сегодня день печати Республики Татарстан. Я вас всех поздравляю. Я вас еще раз благодарю за то, что к нам пришли. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин